Аплодисменты Те из вас, которые в центральном европейском поясе 20-30, Киев 21-30, Москва 22-30 Огромнейшая вам всем еще раз благодарность за то, что вы становитесь частью нашего вещания Наверное, неправильно сказано, становитесь частью нашего служения И для нас огромнейшая-огромнейшая честь прийти в ваши дома и преломить вместе с вами духовный хлеб Возвратиться к истинам, которые могут, если мы позволим, изменить нашу жизнь Преобразить нас в образ и подобие Господа нашего Иисуса Христа Павел однажды написал, не сообразуйтесь с этим миром, но преобразуйтесь, трансформируйтесь обновлением вашего ума Это то, что мы делаем на регулярной основе Подчиняем себя Божьему Слову, могущему нас изменить Могущему нас изменить к лучшему В течение этих получаса на своем экране вы будете видеть номер телефона Если вам удобнее связаться с нами по электронной почте Такая возможность в равной мере имеется Напишите нам буквально несколько строчек, где вы принимаете наш сигнал Или позвоните нам, дайте нам знать об этом Мы будем рады услышать от вас и вместе с этим помолиться с вами и помолиться за вас Потому что для молитвы нет никаких дистанций И место согласия это место силы Мы молимся о том, чтобы сила Божья была явлена в вашей жизни Развязала ваши узлы Адресовала ваши проблемы Восполнила ваши нужды Нет абсолютно ничего невозможного для Бога Будем ожидать Ваше электронное письмо Еще раз огромнейшая всем вам благодарность И признательны за то, что вы присоединяетесь к нашему собранию апостолов Седьмая глава Книга Деяния апостолов Седьмая глава Мы прочитаем небольшой отрывок Начиная с пятнадцатого стиха Даже можем начать с четырнадцатого Книга Деяния апостолов Седьмая глава И четырнадцатый стих говорит Иосиф Послав призвал отца своего Иакова И все родство свое Семьдесят пять душ Иаков перешел в Египет И скончался сам и отцы наши И перенесены были в Сихем И положены во гробе Который купил Авраам Сыною серебра А у Сихемова И по мере, как приближалось время Исполнится обетолание О котором Клялся Бог Аврааму Народ возрастал И умножался в Египте До тех пор, пока восстал Иной царь Который не знал Иосифа Мы в большей мере будем Обращать внимание на Семнадцатый стих Деяние семь Семнадцать По мере, как Приближалось время Исполнится обетованию О котором клялся Бог Аврааму Народ возрастал Еще раз По мере, как приближалось время Кстати, в английском переводе Упущено слово Исполнение По мере того, как Приближалось время Оне О котором клялся Бог Аврааму Народ возрастал Те, которые здесь в зале И те, которые В своих домах Скажите вместе со мной Народ возрастал Скажите громче Народ возрастал Скажите Насок соседу Народ возрастал Народ возрастал Тема моего Сегодняшнего послания Время Обетования Время Обетования Читающие Библию знают Что Это из весьма Знакомой И для него Ставшей Последней Проповедью Стефана Есть две вещи Прежде чем мы перейдем К главной мысли Есть две вещи На которые я хочу обратить Ваше внимание Потому что мы не можем Рассмотреть проповедь Стефана Мы не сможем Почерпнуть для себя Что-то из этой проповеди Мы не сможем Воплотить что-то Из проповеди Стефана В своей жизни Если мы Не обратим Внимания На вот эти Две вещи Первая из них Сводится к тому Что Стефан Кроме всего прочего Говорил В духе Он не только Говорил в духе В тот день Который стал для него Последним днем Его жизни Он говорил В духе Всегда Он говорил В духе Везде Деяния 6 глава И я читаю Деяния 6-10 Не могли Противостоять Мудрости И духу Которыми Он Говорил Друзья Это не только В отношении Стефана Это написано И в отношении Нас Когда мы Говорим По духу Когда мы Поступаем По духу Когда мы Живем По духу Вещи Будут Происходить Что получил Стефан В результате Он говорил По духу 55 стих 7 главы Деяния апостола Стефан Будучи Исполнен Духа Святого Возрел На небо И увидел Славу Божию Пожалуйста Услышьте меня Он говорил По духу Он поступал По духу Он жил По духу Если мы С вами Говорим По духу Поступаем По духу Живем По духу Подобно Стефану Мы будем Видеть Славу Божию Правдиво И обратное Утверждение Если Мы Говорим По Плоти Если Мы Поступаем По Плоти Если Мы Живем По Плоти То Мы Тоже Что-то Будем Видеть Только Не Слава Божья Спасибо За Поддержку 56 Стих И Сказал Вот Я Вижу Небеса Открытые Я Я Вижу Небеса Отвёрстые Повторяю Ещё раз Стефан Говорил По Духу Стефан Поступал По Духу Стефан Жил По Духу Стефан Видел Небеса Открытые Если Мы Говорим По Духу Если Мы Поступаем По Духу Если Мы Живём По Духу подобно Стефану, мы будем видеть что? Небеса открытые и славу Божью. Если мы, опять-таки, поступаем по плоти, живем по плоти, говорим по плоти, кое-что будет открываться. Но это кое-что, опять-таки, не небеса. Это кое-что, опять-таки, не слава Божья. Помните слова, которые Христос сказал на Фанаилу? Иоанна 1, 51. Отныне будете видеть небеса отверстыми. Это то, что Ему Иисус пообещал. Не все, кстати, в этом стихе, Он Ему пообещал не только небеса отверстые. Он сказал, ты будешь видеть и небеса открытыми, ты будешь видеть ангелов, которые нисходят и нисходят. И все это в результате того, что последний был человеком веры, человеком уединения, человеком духом сегодняшнего послания, человеком атмосферы Божьего присутствия. Во-вторых, Стефан знал свою аудиторию. Я повторю это еще раз. Стефан знал свою аудиторию. Это, кстати, очень практичный урок. Те из вас, которые здесь проповедники Евангелия, те из вас, которые в своих домах проповедники Евангелия. Очень хорошая вещь, которую мы должны для себя усвоить. Стефан определился со своей аудиторией. И как у Стефана тогда, так и у каждого проповедника сегодня есть две аудитории. Первая аудитория была перед ним. Мы читаем 7.54, Деяние 7.54. Слушая это, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. Не желаю этого ни одному проповеднику, тем более вас. И я с радостью могу сказать, что Си-Фи – это не деяние 7.54, потому что никто не рвется сердцем и никто не скрежет зубами. Во всяком случае, я не слышу этого. Но эти ребята, перед которыми Стефан стоял, они разрывались сердцем от ненависти, от злобы, и они скрежетали на него зубами. Но у Стефана была еще одна аудитория. Первая аудитория не видела вторую аудиторию, но вторая аудитория видела первую аудиторию. Стефан слышал рев первой аудитории, но Стефан взирал на вторую аудиторию. И вот что мы читаем с вами Деяние 7.55. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, второй раз цитирую этот стих, возрел на небо, увидел славу Божью, увидел Сына Человеческого, стоящего одесную Бога. Небольшое выклонение в сторону. Христос после Своего воскресения является Своим ученикам неоднократно, и во время последней встречи, о которой мы знаем, Он дает им наставление, вознесся. И Библия говорит, «воссел одесную Бога». Так написано. Он вознесся, Он принял славу от Своего Отца, и Он занял место. Достойно занял место. Занял как победитель. Он сел одесную Отца. Так написано в Библии. Но здесь, в седьмой главе Деяния Апостолов, небесная аудитория, аудитория номер два, которая была невидима для первой аудитории. Но вторая аудитория видела первую аудиторию. Стефан видел и слышал первую, но в равной мере ему глаза были открыты и на вторую. И если первая аудитория скрежетала зубами, если первая аудитория разрывалась от ненависти, злобы, то вторая аудитория встала на ноги. Подумайте об этом. Христос, победивший смерть, Христос, растогнувший узы смерти, восстал из мертвых, воссел одесную Отца. Но когда он услышал, сидя на троне, услышал проповедь Стефана, он встал. Поэтому хорошо определиться со своей аудиторией. Потому что иногда между одной и другой очень серьезный диапазон. Очень серьезный диапазон. И Стефан знал, какой аудитории он хочет угодить. И он угодил аудитории, которая впоследствии приняла его дух. Первая аудитория побила его камнями, вторая аудитория приняла его дух. И вот одна вещь. Они скрежетали на него зубами, они не могли дождаться, когда он закончит свое обращение. Это мы читаем в Священном Писании. И потом они побили его камнями. И побивавшие Стефана камнями сложили свои одежды у юноши именем Савла. Так мы читаем в 7 главе. Так вот этот юноша, который видел это все своими глазами, который видел реакцию первой аудитории Стефана на проповедь Стефана, который видел Стефана, который побиваем камнями, который видел Стефана умирающим, это оставило глубочайший след в его сердце. Глубочайший след в его сердце. И он впоследствии напишет, и я цитирую в Галатам, в первой главе, в 10 стихе, вторая половина 10 стиха, «Если бы я и поныне угождал людям, то я не был бы рабом Христовым». Подобно Стефану, Павел определил, он знал, какой аудитории он хочет угодить. Итак, Стефан знал свою аудиторию, Стефан говорил в духе. У нас не будет времени сегодня покрыть всю проповедь, рассмотреть каждую составляющую его послания, но на одну вещь мы обращаем внимание. Мы обращаем внимание на 17 стих, я цитирую его еще раз, «по мере, как приблизилось время обетования, о котором клялся Бог Аврааму, народ возрастал и умножался в Египте». Простейший концепт, послушайте меня очень внимательно, через все священные писания Бог неоднократно представляет себя, Бог неоднократно свидетельствует о себе, как Бог обетования. К примеру, евреям 10 глава, 23 стих, «Будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший». Верен Бог обетования. Верен Бог обетования. Поэтому безошибочно говорить о нем, как о Боге обетовании. Он пообещавший, Он обещающий, Он никогда не нарушающий. Что мы еще знаем? Что мы еще должны знать? Мы знаем, что у Бога обетование, по отношению к народу обетований, все обетования, да и аминь. Я повторю это еще раз. У Бога обетований, по отношению к народу обетований, положи руку на свое сердце и скажи громко со мной, я народ обетований. Скажи громче, я народ обетований. Так вот, у Бога обетований, по отношению народа обетований, все обетования, да и в нем аминь. 2 Коринфянам 1,20. «Ибо все обетования Божии в нем, да и аминь, славу Божию через нас». Слышите, о чем он говорит? «Когда от Бога обетований народ обетований наследует обетование, то это к славе Божьей через нас». Еще раз. «Когда от Бога обетований народ обетований унаследует обетование, то это к славе Божьей через нас». Невольно возникает вопрос. Что же связывает народ обетования с Богом обетования. Что связывает народ обетований с Богом обетований? Во-первых, народ обетований с Богом обетований связывает вера. Закричи громко вера. Закричи громче вера. Евреям 11.33. Которые верою получали обетование. Еще раз, Евреям 1.33. Которые верою получали обетование. Вера связывает народ обетований с Богом обетований. Вера связывает Бога обетований с народом обетований. Это верою побеждались царства Это верою угасала сила огня Это верою заграждались уста львов Это верою были прогоняемолки чужих Верою наследовали обетование Верою получали обетование Но вера далеко не единственный компонент Вера далеко не единственное звено В наших взаимоотношений Вера далеко не единственное звено Во взаимоотношении Бога обетований С народом обетований Потому что в Евреям в 11 главе В 13 стихе в первой половине мы читаем И я цитирую Все эти умерли в вере Что само по себе очень достойно Не получивши обетований Тот же самый автор В тот же самой главе говорит Что была какая-то часть народа обетования Который с Богом обетования Связывала вера Это часть народа обетования Не получили обетования Почему? Потому что вера далеко не единственное звено Которое связывает нас С Богом В контексте обетований Евреям 6 глава 12 стих В подтверждение своих слов Евреям 6.12 Дабы вы не обленились Но подражали тем Которые верою И долготерпением Это конечно из серии плоских шуток Но знаете что в греческом означает и? Это означает и? Дабы вы не обленились Дабы я не обленился Дабы вы Дабы мы Не обленились Но верою И Долготерпением Дабы мы подражали тем Которые верою и долготерпением Наследуют Обетование Согласитесь Это не очень популярное послание Для поколения Которое все хочет вчера Но были люди Через всю историю Были люди Вот из этой среды Народа обетования Которые наследовали обетование Имея веру И Долготерпение Авраам В столетнем возрасте Рождает Не только потому что он Верил Богу Животворящему Мертвых Но Авраам В столетнем возрасте Рождает Потому что он Долго Терпел И кстати Если вы спрашиваете меня То Библия Неоднократно Воспевает хвалу Людям Которые научились Терпеть Вы слышали Иаков пишет О терпении Иова И видели Конец Оного От Господа Потому что Бог Поругаем Не бывает И если он Сказал Он обязательно Приведет это В исполнение Потому что Человек Чтобы ему лгать И он не сын Человеческий Чтобы ему Изменяться И все обетования Бога обетований По отношению Народа обетований В нем Да И аминь Славу Божию Через нас Но здесь Стефан Приоткрывает Наши глаза Еще на какую-то вещь Заметьте Говоря об обетовании Говоря о народе обетований Говоря о Боге обетований Стефан Ничего не говорит О вере Не потому что Она не важна Стефан Стефан Ничего не говорит О терпении Или долгой терпении Но Стефан Говорит О времени Он приоткрывает Наши глаза На очень важный концепт С которым я пришел Сегодня с вами Поделиться Что Нельзя сказать В отношении всех Обетований В нашей жизни Над которыми Прописано Время Некоторые из них В абсолютно Соверенной Власти Божьей Время Некоторых Обетований Зависит не от Бога Но зависит От нас И я вовсе Не случайно Обращаю ваше Внимание На 17 стих Потому что В нем мы читаем Когда Или по мере Как приблизилось Время Обетованию О котором Клялся Бог Аврааму Народ Что Народ Возрастал И я хочу Сегодня Аргументировать В пользу Того Что акцент Здесь сделан На Духовный Рост На Духовную Зрелость Друзья Есть обетования В нашей жизни Время Исполнения Которых Прямо Пропорционально Связано С нашим Духовным Возрастом Или с уровнем Нашей Духовной Зрелости Я повторю Это еще раз Есть обетования Богом Данные Народу Обетования Исполнение Этих Обетований Напрямую Зависит От уровня Нашей Духовной Зрелости По мере Того Как народ Возраст Я Дам вам пример Скажите Если это не звучит Для вас Как обетование Христос Встречается Со своими Учениками После Воскресения Было Порядка Десяти Встреч с ними Ирид Идите По всему Миру И проповедуйте Евангелие И всей Твари Кто будет веровать И креститься Спасен будет Кто не будет веровать Осужден будет У веровавших Будут сопровождать Эти знамения Имени моим Будут изгонять Бесов Это обетование Будут возлагать Руки на больных Чтобы последние То бишь больные Получали исцеление И ряд других вещей 16 марка Последние стихи 16 марка Это Ну кто не согласится С тем Что обетование Сверхъестественных Проявлений Исцеление Неизлечимых Болезней Изгнание Бесов Хождение В чудотворной Силе Божьей Напрямую Связано С нашим Духовным Возрастом Напрямую Связано С уровнем Нашей Зрелости И если мы Не спешим К совершенству Если мы Не спешим К зрелости Мы Оттягиваем Время Исполнения Богом Данных Обетований У нас Трагедия В Америке Произошла Несколько Недель Потому что Неуравновешенный Эмоционально Парень Зашел в школу И положил На землю Определенное Количество Своих Одноклассников И вот Во всем Этом Процессе Невольно Обновился Дебат Я даже Не назвал бы Его дебатом Это крик Мы в этой стране Уже Данным Давно Не разговариваем Мы Кричим И орем Друг на друга Поэтому Общество Доказывает Насколько Правильно Или неправильно Вторая Поправка Конституции Америки Позволяющая Американцам Людям Здесь проживающим Владеть Оружием Кто-то говорит Позволено Кто-то говорит Не позволено Я здесь Не для того Чтобы аргументировать В одну или другую сторону Я здесь Для того Чтобы сказать Следующее Согласно Этой поправке Вторая поправка Конституции Люди Проживающие Здесь В 18-летнем Возрасте Имеют Право Приобретать Оружие О чем Это свидетельствует Это свидетельствует О том Что у Общества Есть Ожидание Что К 18-летнему Возрасту Человек Достаточно Зрелый Чтобы Владеть Оружием И знать Когда его Использовать И в каких Целях Вы мне Хотите Сказать Что в 18-летнем Возрасте Все Дают себе Отчет В том Зачем Оружие Или Каким Целям Оно Должно Служить Конечно Жене Но 18-летний Барьер Против него Никто Права Не имеет Мы можем Вести дебаты Давайте переведем Это на 21 Или на 22 Или на 25 Это не меняет Расклада Я к тому Что в царстве Так не работает В царстве Божьем Наш Физический Возраст Это не Аргумент Вообще Ты не можешь Сказать Я в Боге 10 лет Поэтому Сейчас Пришло Время На мою Десятилетний Юбилей В Боге Или годовщину В Боге Облечься Во все Оружие Божье Во все Доспехи И выступить Навстречу Врагу Или Оу Я духовное Крещение Получил 25 лет Тому Назад Я на языках Говорю Уже 40 лет Поэтому В самом Деле Духовная Власть Принадлежит Мне Так не работает Количество Простиженных На церковной Скамейке Часов Количество Слоя Мы поняли И ряд Других Вещей Это не Аргумент В контексте Времени Исполнения Обетований Зрелость Духовная Зрелость Есть люди Которые В Боге Год Но они Духовно Намного Зрелее Чем те Которые В Боге Двух